При поддержке Русского географического общества Оператор Семен Аманатов Композитор Радик Тюлюш Продюсер Гия Саралидзе Режиссер Михаил Барынин Тува Центр Азии Испокон веков по этой земле проходили торговые караваны. Через нее прокладывали маршруты великие полководцы. Здесь пересекались пути многих народов. Одни продолжали путь, другие оставались и пускали корни. Теперь Туву населяют очень разные люди, с разными традициями, разного вероисповедания. И есть среди них те, кто вот уже много поколений подряд живут вдали от городов, цивилизации, современных технологий. Их объединяет одно – независимость. Независимость от налогов, реформ, квартирного вопроса и даже от границ. Эти люди об этом не задумываются. Они просто живут. Играет музыка Играет музыка Южная часть республики. Эта долина находится на границе с Монголией. Как и прежде, люди здесь кочуют, живут в юртах без электричества и телефонной связи. Они существуют в основном за счет разведения скота. Таких людей называют чабанами. После этого осенью сюда обратно хочу, я потом до зимы здесь сидим и зимой туда немножко далеко на гору. Здесь зимой в реке холодно бывает. У главы этой семьи очень странное имя. Оно звучит как фамилия – Зайцев. В советское время так над ним пошутила паспортистка. Проверить ее Зайцев не мог. Тогда русского языка он не знал. Да если бы и знал, то не огорчился. В степи паспорта – вещь ненужная. Так же, как трудовая книжка, прописка или страховка. Здесь мыслят более конкретными категориями. Раньше жизнь чабанов сложно было представить без верблюдов. Их использовали для охоты и дальних переездов. Но сейчас им на смену пришли автомобили. И верблюды на стоянках кочевников стали редкостью. Правда, зимой в степи автомобили бесполезны. И верблюды остаются единственным транспортом. 12 верблюд приняли мои сыновья. А сейчас 20 с лишним за 3 года. Верблюд через год переплотают. Другие сходы каждый год. А верблюд обязательно через год. Все время ухаживаем. Пасем. Прежде чем использовать верблюды, его нужно объездить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для чабанов в этом процессе заложена основа кочевой жизни. В отличие от городской, она делится на совершенно другие этапы. Приручение верблюда – важное событие. Это как получение аттестата или водительских прав. Пимбе 15 лет. Он не смог учиться в школе. Слишком уж тянуло в степь. К лошадям. Пимбе сбежал и пришел к Зайцеву. Старики приняли его в семью, дали работу и дом. Далее. 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 Тувинский конь Тувинский конь всегда занимал особое место в жизни кочевников. Для охотников и пастухов он незаменимый помощник. Их не используют для пахоты или других хозяйственных забот. Коней берегут, насколько это позволяет тяжелый кочевой быт. Их приручение – очень долгий и сложный процесс. Не всякий конь сразу готов покориться человеку. Во время приручения главное показать коню свое превосходство. Для этого используют любые средства. Этот конь пока не готов служить человеку. Слишком своенравный характер. Таким возвращаются по два, а то и по три раза. Вместе с Пимбой коней укращает Чапрано. Как и Пимба, он приемный сын. Родители привезли его сюда из бедного района Монголии и попросили Зайцева дать ему работу. Теперь Пимба и Чапрано – братья. Они объезжают диких лошадей, следят за табуном. В семье Зайцева – восемь родных детей. Тем не менее, старики взяли Пимбу и Чапрано. Для степи это редкий поступок. Прокормить столько человек непросто. Моя мама родила только одну девочку и мальчика. А брат умер. Мой старший брат. Я вообще одна. Моя дедушка поехала кругу и стрелять там кабанов. Поехала и смотрит там кочущие. Только кочевавшие местечки приехали. Другу девочка платит, говорит. Лежит маленькая девочка вот так, этот, воляка. Чудесно. Ага, воляка там. И девочку бросили, почевали дальше. Только новую роденную. И оставили там, чтобы она померла там. Ой, дедушка привез ее и своим родственникам дал, который без детей. Ты возьми ее. Моей дедушке имя было Сагачи. Вот эту девочку звала Сагачи. Вот она так хорошо живет сейчас в Кузыле. Ей сейчас 85, наверное. Меня называет, она сестренка. Любит меня. Потому что моя дедушка нашла ее. И мою маму так любит она. Надо родственнику много на это дышать, чтобы помогать. Потому что сегодня Семен постет Скотт. Завтра ты, послезавтра он. Вот так. В 20 веке при разделении территории СССР часть Тувы отошла Монголии вместе с людьми, которые не знали, что такое граница и что такое политика. В результате многие родственники оказались в разных государствах. Теперь, чтобы навестить своих братьев и сестер, Чабанам нужен загранпаспорт. При том, что у многих и русского-то нету. Это граница наших очек. Вместе с монголами живут до сих пор. Мы жили рядом вместе с монголами. Вместе на одной стоянке зимовали и летом туда что-то охотчевали. Вот здесь очень большая, как Саяны, горы есть там, Гогей. Там тоже вместе жили. И братья женились на монголских девушек. Поэтому я хорошо с нами. Аминь. 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 Омбарую, омбарую Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Песчаная буря и гроза – самое страшное, что может произойти в степи. Это несчастье лишает имущества скота и часто даже жизни. Субтитры делал DimaTorzok Чтобы скот не разбежался, его собирают в кошары, а люди прячутся в юртах и молятся. Других способов справиться со стихией за прошедшие столетия так и не нашлось. Субтитры делал DimaTorzok Это место находится далеко от шумных городов и цивилизации. Здесь живут люди, которые на протяжении нескольких веков искали укрытие подальше от власти. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Казнят, мучают и убьют. От гонений староверы скрывались в лесах. В Туву они пришли в 19-м веке. Они поселились глубоко в тайге, в верховьях Малого Енисея. Все же полностью отгородиться от цивилизации не получается Лодочные моторы, трактора и мотоциклы в деревне есть Они помогают в хозяйстве Какую технику можно использовать, а какую нельзя, решают старейшины На телевизоры, радио, компьютеры – запрет Крестьянское хозяйство, таежный промысел и многодетная семья – вот основа жизни староверов У Григория и Юркова трое сыновей и одна дочка Сначала два старшего сына, потом от промежуток был лет, наверное, 8-7 Вот сейчас опять двое Ну еще не знаю, то ли последний, то ли еще будет Как Бог даст, так и будет Большая семья – большая ответственность Забот хватает и отцу, и матери Женщины здесь не только воспитывают детей На их плечах – уход за скотом, работа в доме и огороде Год у староверов расписан буквально по дням Тем более летом Ну так потихонечку живем, что нам делать-то Сейчас вот скоро сенокос у нас будет Кто до Петрова дня начнет косить, кто после Петрова Ну праздник у нас такой, что-то так по праздникам все считается Ровный сенокос на земли поблизости мало И у каждой семьи свой небольшой участок Как большая ценность, он переходит по наследству из поколения в поколение Семьи растут, появляются новые Поэтому земли хватает не всем Многим приходится ехать за десятки километров от деревни, чтобы заготовить сено Семьи растут, появляются новые Готовые стога буксируют в деревню тракторами Их одалживают друг у друга Тем не менее, к технике староверы по-прежнему относятся настороженно Не хотят от нее зависеть Так же, как не хотят зависеть от государства Мало кто в деревне получает зарплату или пенсию Пара учителей, кочегар, почтальон Остальные официально безработные Но староверов очень сложно назвать безработными По дому работы тоже работают Мои дела как хозяйственное поправляют Кто доски пили, кто дрова, кто что Все заняты Каждый день заняты Вот так Так-то считаемся, что мы все безработные же Просто все сами себе живут Все самим приходится Для Григория Юркова и других мужчин в деревне Лето – особенно напряженное время Помимо прочих важных дел Летом готовятся к зимнему промыслу У каждого охотника в тайге свой участок Для промысловика это главный источник дохода За которым нужно следить круглый год Григорий проверяет свое охотничье хозяйство Пять-шесть раз за лето Единственный способ добраться до тайги – по реке Этим летом Григорий берет с собой в тайгу старшего сына Демку Детей здесь рано приучают к тяжелому труду Но дети и сами с ранних лет просятся с отцами в тайгу Охотничий участок Григория – самый дальний Дорога длиной 260 километров занимает несколько дней Река постоянно меняется Поэтому перед каждым порогом Григорий останавливается и внимательно осматривается Здесь это называют «простраивать тропинку» Несмотря на свой опыт, Григорий не рискует Сын он просит обойти опасный участок по берегу Таких порогов на его пути будет еще девять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова А.Кулакова Я первый раз такой же вот приехал сюда, теперь вот сын у меня, вот у отца была, не помню когда, тут вот леса не было, когда он приехал сюда, ну построить избушку, он выкопал землянку, я первый возле костра жил, потом землянку выкопал, вся землянка пропала, уже на рост лес, вот я уже срубил, это лет 10 назад, наверное. Сначала Григорию нужно починить крышу, здесь важно делать все на совесть, в этом доме ему предстоит провести много зимних дней. Не замерзнуть поможет обычный мох, его используют в качестве утеплителя. Григория ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поставь. Сейчас. Всё, иди, иди отсюда. Таскай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, всё? Потом ещё другую сторону раскрою, заделаю, и... Можно будет зимовать. А это во время. Охот и остальное доделаться. Тихонько. Таких избушек на участке несколько. Одни Григорий срубил сам, другие достались от отца. Ему сейчас больше 80 лет, и в тайгу он уже не ходит. И вот как он приехал 50 лет назад, наверное, сюда, и осадились все семеро братьев, как отохотничали здесь. Вот именно здесь. Семеро. Я седьмой. Ну, а теперь в данное время уже внуки тут давным-давно. Старший брат, он всё по старинке сюда ходит. Ему уже 58 лет. По сей день ходит. И у него он с сыном охотничает. Вот у меня так скоро подрастёт, желание будет, так пойдёт. Делать выбор дети должны сами. Их здесь никогда не принуждают. Сам Григорий может жить в тайге месяцами. Но таких увлечённых охотников среди староверов не так много. И не факт, что сыновья пойдут по стопам отца. Так-то нежелательно его пускать сюда. Да, это одно здоровье только гробить. Всё на себе туда надо ходить. Это круг большой, это такие горы. В общем, тугая тайга. Но всё равно тянет сюда вот приехать. Всё равно тянет, тянет. Как тут вот в тайге начнёт снег, зима? Ну как тут без охотника? Просто неинтересно, не знаю. Это просто... Это в крови, видимо. Что, как сказать. Рыбалка для староверов – главный промысел. Жизнь у Енисея позволяет кормиться круглый год. Если мужик отправился на реку, дома от него ждут не меньше одной фляги рыбы. Это около 20 килограммов. Семье этого хватит надолго, ещё и на продажу останется. У кого бывать? Соболей нету, он рыбачит. Жить потом рыбу продаст эту. Что-то надо. То чем. Все работают по мере возможностей. Кто кормить-то его будет? Ни дрова, ничего, ни сено, сенокость. Всё надо. Дело в том, что у него каждый день занят его мужика. Сегодня сенокос, завтра орехи, послезавтра там грибы, ягоды. Ну вот такие вот дела. Вот она считается наша работа деревенская. Старики работают. 75 ещё работают. Отец ему тоже 84, 5-й вот сейчас. Топоришки строгает. А чего они в городе сидит он, старик, как возле печи, ну как печка просто. Ящик, диван, туалет, вот он. Он завтра-послезавтра раз и в ящик сыграл. Долго он не проживёт, сегодня печень заболела, завтра тут 5-10. Таблеток почему такие в магазины стали? Чтоб быстрее умертвить, наверное, так? Ну два подрастают, я на них, ну а я их один не потяну просто. И этих надо тянуть, и тех. Сами будут зарабатывать, будут учиться, если их по уму будут. Нет вот, если там не будут учиться, я их сюда заберу. Осенью завезу, только зимой дорога, зимой выйдут отсюда. Так что, захотят учиться, будем что-то придумывать. А нет, всё, вот он дорога, куда-то. Она открыта и широко. Заход большой там, 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 там. Там вообще широко будет. Хватит им места. Отцовская изба всё ещё служит, но скоро уже служить не будет. До наступления сезона охоты каждый промысловик проверяет свои капканы и ловушки. На протяжении всего охотничьего маршрута таких много. Но с прошлой зимы часть могла испортиться. Да и звери иногда их ломают. Вот это называется на очередь капкан. Вот я сейчас его насторожу. Городушка делается небольшая. Вот таким образом. Капкан ставится. Ну а тут ложится либо кедровка, либо рябщик, либо хвост от хариза. Или можно кишки. Он заходит. Дёрнулся. Его подняло. Он висит. До наступления осени Григорий ещё не раз вернётся на свой участок. Дел здесь всегда много. Привычка жить в двух мирах, в родной деревне и в глухом лесу накладывает отпечаток. Я по сто дней тут сидел. Привыкнешь, как в порядке вообще. И сидишь, тихо, спокойно, ничего не знаешь, ничего не слышишь. Душа отдыхает. Потом уже время домой подходит. Вот тут что-то думать начинаешь. А так всё, чередом своим. Идёт. И спокойно. Сюда придёшь, там соседа увидишь, бывает след. Не увидишь, да ладно, обратно уйдёшь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас передали все детям Нынче оленеводством занимается в основном молодежь Мы старики уже отошли от дел Многие уже ушли в мир иной Наверное, только мы и остались За старыми оленеводами ухаживают их внуки Но когда они подрастут, то уйдут к родителям в тайгу В этом и заключается здесь преемственность поколений На смену одним приходят другие Этот простой принцип лежит в основе всей жизни тотжинцев Субтитры создавал DimaTorzok Оленевод Сергей Карганай и двое его сыновей живут и охотятся в высокогорной тайге Лошадь здесь бесполезный транспорт Здесь нет для нее корма и условий для жизни Главным транспортом здесь является олень Он неприхотлив, еду всегда себе найдет На этом месте семья остановилась ненадолго Это всего лишь одна из промежуточных точек перехода С зимней стоянки на летнюю Уже завтра они поедут дальше Я всю жизнь в тайге живу Всю жизнь Тут родился Вырос с оленями Отец этим занимался И мать Кочевали везде Вокруг оленя строится вся жизнь тотжинцев Потеря их – большая трагедия Семья Сергея лишилась части своих животных Во время перехода с зимней стоянки часть стада отбилась Дальше произойти с животными могло все, что угодно В худшем случае они встретили стаю волков Но шансы найти животных все-таки есть Сыновья Сергея по очереди уходят искать отбившихся оленей Волки здесь – главные враги Во многом именно из-за этой угрозы оленеводы так много кочуют Волков очень много стало Поэтому где волков меньше – туда кочуем Где волков много – оленям трудновато Счастливы ли эти люди? Мечтают ли сменить суровую кочевую жизнь На комфортную городскую, где любой магазин в нескольких шагах? Вряд ли Заботы тотжинцев просты Но именно в этом их ценность Снег в тот же сходит только в мае А в конце августа приходят первые заморозки Вот и все лето Каких-то пара месяцев Но для оленей даже этот короткий период – тяжелое испытание Жара для них невыносима Поэтому летом животных уводят в высокогорье Тут дольше стоит прохлада Днем температура не поднимается выше 15 градусов А ночью опускается до минус 10 Солнечных дней не так уж много В основном дожди Кочуем туда-сюда Летом на летнюю стоянку кочуем Останавливаемся и дальше кочуем Стоянок-то много Туда-сюда кочуем Постоянно на одном месте не живем Климат, комфортный для оленей, суров для человека Поэтому запасы дров у семьи Сергея Карганая Заканчиваются быстро Деревьев в высокогорье мало Поэтому путь за дровами не близкий Заканчиваются быстро Заканчиваются быстро Представить, как бы выглядел процесс транспортировки дров без оленей В жизни тотжинцев вообще очень многое происходит благодаря или ради этих животных А потому без них у людей, наверное, пропал бы и смысл жизни Так что, оберегая оленей, тотжинцы продлевают и свое существование Вот такая связь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня старший сыновей Андрей Вновь отправляется на поиски оленей Уже два месяца семья безуспешно ищет потерявшуюся часть стада Обычно олени интуитивно двигаются за хозяевами И способны найти стоянку за много километров Но их по-прежнему нет Оленей 55 было Вот недавно потерялись Половину нашли Сами пришли сюда Остальные там остались Вот и ищем За оленями идем Там оленей будем искать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чем дольше идут поиски оленей Тем выше риск окончательно их потерять Либо животные одичают Либо станут добычей хищника Не видать Не видать что-то Тем временем младший сын Данила Отправляется на охоту Летом достать мясо намного сложнее, чем зимой Связано это с правилами, которые местные строго соблюдают К примеру, нельзя убивать самку косули Летом она вынашивает детенышей после осеннего гона В результате одним выстрелом Охотник убивает сразу пять животных Самку, двух еще не родившихся детенышей И двух нынешнего года Которые наверняка умрут до зимы без матери Именно поэтому Данила ищет только самца Его определяют по наличию рогов У самки их просто нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 В поисках оленей старший сын Андрей проехал более 70 километров Он добрался до стоянки соседей Соседей, где и придется заночевать Таким визитом хозяева всегда рады Гости в тайге большая редкость На этой стоянке живут два брата У одного из них жена и дочка Алсу, пожалуй, самый молодой оленевод в тайге Она учится в пятом классе поселковой школы Во время каникул всегда приезжает на стоянку к родителям В тот же ребенок рано становится самостоятельным И начинает вести хозяйство наравне со взрослыми Я старший брат Поэтому здесь старший я После отца я После меня он должен быть Чайныш С четвертого класса меня дедушка в тайгу забрал И вот в этом поколении я Я Чайныш, а Чайна его дочь Пока нас четверо Пока сидели Составляет 12,5% С четвертого класса меня дедушка в тайге 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 Это комфортная погода Но до наступления холодов Важно успеть уйти с гор Замерзает здесь все очень быстро Через несколько дней Семья Сергея Карганая Отправится на зимнюю стоянку Если до этого момента Потерявшиеся олени не появятся То про них придется забыть навсегда С четвертого класса меня дедушка в тайге С четвертого класса меня дедушка в тайге На следующий день Издалека раздался долгожданный щелкающий звук Он говорил о приближении стада После долгого отсутствия Потерявшиеся олени появились на горизонте Удивительная способность ориентироваться на местности Помогла этим животным найти хозяев Теперь семья может спокойно вздохнуть И собираться в путь на новое место Переезды для тотжинцев привычное и несложное дело Только в такие моменты понимаешь Насколько мало человеку нужно для жизни Здесь нет ничего лишнего Ни микроволновых печей Ни диванов Ни кухонных гарнитур На такие мелочи тотжинцы не размениваются С четвертого класса меня дедушка С четвертого класса меня дедушка Новый полтора класса меня дедушка Все необходимое погружено на оленей. Впереди долгий путь к зимней стоянке. Скоро снимутся с привычного места и чабаны. Они двинутся на юг. И только староверы встретят осень на своей земле, в деревне. Времена года в жизни этих людей неразмытые понятия. Каждый сезон приносит свои заботы и радости. Эти люди очень разные, но принцип жизни у них похож. Как будешь работать, так и будешь жить. Вот так и живут. До зимы остается неделя. Приходит зима. Для тотжинсов, староверов и чабанов начинается главный промысел. Охота. От ее результатов зависит благополучие в следующем году. Здесь правила просты. Какова добыча, таков и семейный бюджет. Поэтому вся жизнь этих людей построена вокруг именно этого времени года. К нему здесь начинают готовиться сразу после завершения предыдущего сезона. Первыми зиму встречают жители Тоджи. Снег здесь лежит уже в сентябре. А к октябрю вся тайга покрыта полутораметровыми сугробами. Вместе с землей под толстым слоем снега скрываются и дороги. Поэтому местные жители оказываются фактически отрезанными от центральной части Тувы. Единственным транспортом здесь остается аллей. Без него охотничий промысел в Таежной Тоджи практически немыслим. Семья Сергея Карганая со своим стадом уже спустилась с гор. Зимой в горах температура достигает 55 градусов ниже нуля. Внизу намного теплее и больше возможностей для охоты. Сейчас семья ждет окончания сезонного гона у оленей. В брачный период самцы становятся очень агрессивны и не подпускают к себе даже человека. Постоянные схватки между соперниками становятся нормой. Семья Сергея Карганая 3 Постоянные схватки между соперниками со всеми командам. Моя в бирусе не занимается экономическая строительная очагricht. Постоянные схватки между соперниками соемной обслуживаниями gestelltом. Москва. Оленей Сергея Howard- Чтоб друг друга не драли, чтоб классник упал, дорога. Так, это опасно. Вот уже несколько лет подряд семья Сергея зимует в этой избушке. Жилище сильно отличается от привычных тотжинских чумов или палаток. Избушка досталась охотникам случайно. Местные говорят, что 30 лет назад ее построили участники научной экспедиции. Советские ученые уехали, а дом остался. Долго пустовал. Стены покосились, крыша прохудилась. С тех пор семья Сергея зимой селится здесь. Здание непрочно, но сильные холода в нем все-таки легче переносятся, чем в палатке. Но холода для тотжинцев не главная забота. Сергей и его сыновья заняты основным своим промыслом – охотой. Это занятие приносит им не только мясо, но и ценный мех. В этих краях пушнина издревле была главным объектом товарно-денежных отношений. Здесь нет банковских карт или кредиток, да и рублей редко у кого встретишь. А вот мех можно обменять на муку, соль, сахар, спички и сигареты. Сейчас Данила и Андрей отправляются за соболем. Для этого промысла тувинцы традиционно используют собаку – специальной местной породы – тувинская лайка. Она особенно тем, что идет только по соболиному следу. Ни на какого другого зверя не отвлекается. Тувинские лайки отличаются превосходным нюхом, быстротой и, главное, большой выносливостью. Бывали случаи, когда, преследуя зверька, собака разбивала лапы в кровь, но в итоге достигала цели. А позже ее, обессиленную, приходилось нести домой на руках. Такими собаками тоджинцы сильно дорожат. Их потомство особенно ценится среди охотников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Попасть в зверька охотнику удается, но соболь крепко схватился за ветку, и теперь Даниле самому придется лезть за ним на дерево. Лезть нужно, иначе в запасах будет на одного соболя меньше. И вообще, здесь не принято оставлять добычу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вообще, тотженцы не любят считать добычу. Для них это плохая примета. Но подводить итог иногда необходимо, чтобы понять, стоит ли кочевать в поисках более выгодного места охоты. За первые две недели зимы братья добыли 15 соболей. Это хороший результат. Добавил DimaTorzok Это центральная часть Тувы. Здесь живут староверы. С приходом зимы их деревни пустеют. Мужчины отправляются на свои охотничьи участки, а женщины остаются. Теперь все хозяйство на их плечах. Охотники уходят в тайгу на 100 дней. Григорий уходит в тайгу одним из последних. Вещей с собой берет немного. Еще летом он перевозил все необходимое частями. Бочки с топливом прятал на пути от деревни до своего участка. За один раз в лодку все не поместилось бы. Осталось взять только мешки с сухарями. Это паек на всю зиму. Сухари не портятся, и их можно грызть постоянно. Готовят паек жены. Семь-то мужская работа, а не женская хлеба заводить. А так тяжелая работа мужская. Мой-то кто сильно болит. В первый год мы сошлись с Григорием, когда с родителями жили, с егошними. И вот, пока жили шесть месяцев с родителями, он мне кушни заводил. Только родители уехали, все. Как отменили. Не буду, и все. Заводители. Не замешивать. А так каждый день. Каждый день, божий. Сухари сушить не нужно. Пока я два куляна сушу сухарей. Целый месяц вот так. Каждый день. 25 килограмм. Это мне хорошо, пока один вот так выходит. Так. А еще 3-4. Детей с собой Григорий не берет. Им еще рано заниматься промыслом. С собой берет собаку. Это ее первая поездка в тайгу. Собак староверы используют для охоты на белок. Дима, иди собаку. Приведи. Аккуратно, не торвалась, что ты куриц. Крепко держи ее. Веди ее туда, набери. Держи крепко. Сон она сиделась. Участок Григория далеко от деревни. 250 километров. Очень важно уехать вовремя, пока не началась шуга. В это время добраться до тайги становится невозможно. На поверхности Енисея появляются льди на разного размера. И плыть опасно. Приходится ждать полтора месяца, пока река покроется толстым слоем льда, чтобы можно было идти пешком. Но страшнее всего потеря времени. Результаты промысла будут хуже. А значит денег семье на весь год может не хватить. Путь до участка занимает в два раза больше времени, чем летом. Около четырех дней. Потому что уровень воды опускается в некоторых местах до полуметра. По низкой воде быстро плыть нельзя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Чего, Муха, приехала? Ну, иди, иди. Это первый снег. Он означает, что скоро Енисей замерзнет. И уже по льду староверы повторят свой путь. Перед Рождеством они возвращаются в свои деревни пешком. Этот праздник принято встречать вместе с семьей. Но расстояния их не пугают. Староверы вообще привыкли совсем к другим масштабам по сравнению с городскими жителями. Участок Григория по площади в пять раз больше Москвы. В три раза больше Лондона. И на нем только один хозяин. Больше людей нет. Вот это новые капканы. Прежде чем ставить, то тут надо их проварить маленько. Хвои, либо кедровые, либо виловые просто. Так, чтобы так маленько не пахли, чтобы. Ну, соболь, белка в них попадает. Ну, рябчик попадет, сядет или кто там еще. Не нужен, конечно. На соболе они в основном, вот эти капканы. Белка тоже попадает в них. Ну, много их там на горе. До кучи разобраться по всему кругу, наверное, 600 капканов. Ставить капканы – более трудоемкая работа, но более результативная. Их приходится постоянно проверять. Это значит, охотник должен ходить от одной ловушки к другой практически без остановки. Если вовремя не забрать добычу, это сделает кто-то другой. Не человек, зверь. Тропа – одно из главных ценностей охотника. Она переходит по наследству из поколения в поколение. Летом тропы проверяют, как и избушки. Где-то срубают ветки, где-то убирают с пути упавшие деревья. Зимой все это создает проблемы в дороге. А проблемы – это лишнее время, которое можно потратить на дело. Григорий разрешает охотиться на своем участке племяннику. Но на тропу он его не пускает. Каждый охотник должен сам построить свою тропу. Такие здесь правила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главная цель староверов – соболя. Белка и рысь второстепенны. С их помощью охотники учат своих собак. Ну вот когда вот с этой вот первый раз, допустим, убиваешь, надо стараться, чтобы она к тебе ее принесла. Не ругать ее. Когда схватит, пусть порвет она ее. И стараться, чтобы она к тебе ее с белкой вместе подозвать. Ну. Потом вот так вот собаку научишь. Он там, он стрелил кедровку. Она побежит ее, схватит. Ну зачем тебе туда самому ходить? Сейчас тебе принесет, он даст. По дороге до следующей избы Григорий охотится на рябчиков. Их используют в качестве приманки для соболя. Она мне не отживаться. Что-то вас боится видеть, рассматриваю. Мы сегодня умывались. Зубы чистили. Все. Расстояние между избушками около 20 километров. Это расстояние Григорий проходит каждый день, проверяя свои ловушки. Полный круг около 130 километров. Чтобы добыча не испортилась, Григорий должен вернуться на это место через неделю. После того, как пройдет весь круг. Через неделю обязательно. А если потом это другой кто-то придет, это вот что попало, он не расъедает, ходит. Свои путики ходят, проверяют там звери всякие. Или мыши начнут прыгать. Или тут кровь от лапы набежит у него. Начинает это же вот кедровка прыгать. Ну, клевать. Через неделю желательно. Ну, всем помаленьку рябчик оделишь. Кому крылышко, кому что там. Отдохнуть можно только ночью, добравшись до очередной избушки. Но и здесь предсказать ничего нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Дверь заходил в избушку. Что остается с зимы. Вешаешь к потолку. Вот он взял это в окно или в дверь, залез. Наверное, принес. Вот здесь и взорвал. Ну, в общем, чуть-чуть поел, да. Это говорит моя. Я, говорит, больше тебя. Ну, вот это вот, какие все. Нету. Сарапает. Показывает, кто больше. Порядок навел за лето. Ну, вот оно висит вот на этих гвоздях все. Когда уходишь, что, остаешься там? Маленько сухарей для чего там? Ну, вот он приходит, как обычно. В который-то раз оно все так останется, уйдешь. Ну, сейчас хорошо, хоть еще печку не разобрал, не выкинул. А то в гармошку. Но он же уже эту печку изгибал всяко-разно. Выкинет он ее туда. Таких избушек у Григория около десяти. В них он только спит. Надолго не остается. Ну, у меня там вот так вот кругом. Вот эта речка, которая вот эта герой. Так вот она идет. Развелажится. Вот тут одна избушка. В ключе. И вот у меня потом здесь избушка. Здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот так вот и идешь. Вот так кружишь. Каждую ночь в новой избушке ночуешь. Это тетя раньше вообще вон там, вон возле костра жили. На это. Вот так вот навесик сделают. Живут возле костра, тут вот белкует. И дед мой тоже вон вообще без избушек возле костра до войны ходил. Вот так вот. Вот так вот. Перед окончанием промысла староверы всегда охотятся и на крупного зверя, чтобы привезти в деревню не только мех, но и мясо. В течение зимы Григорий тоже охотится. Невозможно продержаться сто дней на одних сухарях. Этого мяса хватит на целый месяц. Григорий, как и другие староверы, привык к спартанскому режиму. Твердая копейка, пять часов сна, бесконечные пешие переходы. Промысел – источник средств к существованию, без которого не может быть жизни в деревне. Так было и десять, и сто лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok На юг Тувы, где живут чабаны, зима приходит позднее всех. Снег здесь выпадает в ноябре, но морозы стоят такие же, как на севере. Семья Зайцева уже перекочевала на место зимовки. В отличие от остальных жителей Тувы, чабаны не охотятся. Но это не уменьшает им дел зимой. От рассвета до заката они ухаживают за своим скотом. Главная цель зимой – сохранить поголовье в условиях сурового климата. Главная цель зимой – сохранить поголовье в условиях сурового климата. Главная цель зимой – сохранить поголовье в условиях сурового климата. Главной цель зимы. Главная цель зимой – сохранить поголовье в условиях суровых климата. Для того, чтобы скот не замерз и не заболел, кошары утепляют. Это для коров зимой, простой песок не пойдет, нужен сухой, его мало, все уже промерзло, зимой страшный мороз. Подсчет скота – это подведение итогов года. Количество баранов в стаде не бывает постоянным, то возрастает, то падает. Причин много. Например, прошлой весной зайцев потерял 30 овец из-за клеща. Зимой животные могут погибнуть от холода. Результаты хорошие. Это не может не радовать. По такому случаю устраивают праздничный пир и закалывают барана. Торазик, пейся, ахасан. Я пюра. Торазик, пейся, 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 пейся. Пьтеах, пейся, ахасан. Результаты перекыта. Результаты,... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня старики собираются в важное паломничество на гору Кижиге. Это событие делит их год пополам. И если подсчет скота – хозяйственное подведение итогов, то это – духовное. Каждый год сын Зайцева приезжает, чтобы отвезти стариков в это важное для них путешествие. Дима Торзок Альмену отец. Играет музыка. 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 Это жизнь, к которой они привыкли и которую любят. У них нет надуманных проблем, а есть заботы. Заботы о семье и о хозяйстве. В этом и есть смысл их жизни. Играет музыка. 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 Играет музыка.